Здравствуйте! Если бы из смерти Иисуса Христа все закончилось, можно сказать, что смерть Иисуса очень печальная. Но Иисус Христос, Он не закончил свои дела после смерти. Иисус сказал ученикам, «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, через несколько дней после того, что вы будете крещены Духом Святым». И действительно, как обещал Иисус в день 50 дней, Дух Святой начал действовать в учениках. Мы читаем одинаково Библию, мы одинаково молимся, мы одинаково служим Господу. Но если мы работаем без Духа Святого, мы все делаем по мыслям человека. Мысли человека полностью отличаются от мыслей Господа. Поэтому в рамках человеческих пониманий невозможно достичь познания Господа. И Евангелие Диоанна очень ясно показывает разницу мыслей Бога и мыслей человека. Я часто говорил о Никодиме, которым написано в 3 главе Евангелия Диоанна. Никодим не мог освободиться от своих мыслей, когда беседовал с Иисусом. Если не родиться свыше, невозможно увидеть Царство Божие. Однако Никодим никак не мог понять слова Иисуса. Как человек, будучи стар, может родиться свыше? Может ли он второй раз войти в другу матери, чтобы принять слова Иисуса? Это очень просто, Никодиму нужно было оставить свои мысли и принять слова Иисуса. Первый человек Адам встретился со змеёю. Змей сказал, действительно ли Бог сказал, не ешьте от никакого дерева в раю? Конечно, змеи говорилось женщине. Но, в конце концов, Адам принял мысли от сатаны, и у него появилось желание стать как Бог, и он сделал отдельно познать добра и зла. С того момента человека начал вести сатана. Может быть, вы все думаете, что вы ведёте нормальный образ жизни. Но все люди, которые являются потомками Адама, они ведут жизнь на основе того, что сделал Адам. И к ним хочет войти Дух Иисуса Христа. Если Святой Дух не войдёт в нас, тогда мы не сможем освободиться от мыслей, которых заложил сатана с Адамом. Три года ученики были вместе с Иисусом. Но того, чему они научились на протяжении трёх лет, было недостаточно. Иисус говорит, не отличайтесь от Иерусалима. Ждите обещанного от Отца. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. В их сердца вошёл Дух Святой. И теперь Господь Бог начинает вести их в такой мир, о котором они не могли представить. Верим в Иисуса. Вместе молятся. Прославляем Бога. Участвуем на богослужении и жертвуем. Однако человек, который делает это через Духа Святого, и человек, который делает просто, они отличаются. В 1962 году я подал документы для того, чтобы стать инженером-прапорочком, но меня не взяли. Я был тогда очень бедным, и у меня ничего не получалось. И у меня был план работать офицером. Если поступить прапорочком-инженером, можно было жить в военной части. Я думал, что я смогу получать зарплату и продолжать учиться. Я построил идеальный план. У меня был сломан передний зуб. Он был почти незаметен. Но из-за этого меня не взяли. Знаете, хирург и педиатр все пропустили меня. Но стоматолог, он расписался в моем документе. Я, конечно, не понимал, что там конкретно написано. Но я увидел, моя надпись отличается от надписей других. Я сказал, покажи зубы. Друг показал зубы, а у него зубы здоровые. Я понял, что меня не взяли. Я пошел к стоматологу и сказал, пожалуйста, помогите мне. И военный врач говорит, ладно, если бы это был какой-то большой зуб внутри. Но у тебя же передний зуб сломан, как я могу помочь тебе? Я впал в большое отчаяние. И я ведь так надеялся стать офицером. Это был май 62-го года. Начиная от мая до октября того года, я размышлял как философ. Каждый день я погружался в мысли. Я думал, кто же я? Какой же я человек? Я тот, которого не взяли даже в прапорщик инженеры. Вся моя надежда была разрушена. И знаете, что тогда Господь сделал мне? Бог ясно показал, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Я построил некоторые планы, но у меня ничего не получалось. Я понял, что я человек, у которого ничего не получится. Я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. Я человек, который много обманывал и каждый день просил, чтобы Бог просил мои грехи. 7 октября рано утром я молился перед Богом. Но знаете, когда я закончил молитву и открыл глаза, вдруг у меня появилась душа, что мои грехи уже прощены. С того момента я начал читать Библию, что удивительно. Знаете, я много читал Библию. Однажды мы договорились с друзьями. И я думал, еще осталось до встречи время и почитаю Библию. Но потом, когда я закрыл Библию, я увидел, что солнце уже садится. Я забыл обо всем и читал Библию. Раньше я собирался с друзьями вечером, и мы ходили воровать. Мои друзья спрашивали, ты где был Уксу? Но знаете, когда я читал Библию, я обнаруживал, что Библия, которую я знал ранее, отличается. Если мы прочитаем Евангелие Диона, что говорит Иисус? Вначале было Слово. Слово было у Бога, Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истинной. В Библии написано, что Слово было Бог. И когда мы принимаем Слово, это равно тому, что мы принимаем Бога. И если мы отказываем Слово, значит, мы отказываем Богу. Когда я читал Библию, я увидел, что мои грехи ясно прощены. Библия говорит о том, что мы оправданы. Я оправдан? Я не мог поверить в это. Я думал, я же совершил такой грязный грех, как я могу сказать, что я оправдан. Однако Библия говорит, что я праведник. Если Библия говорит, что я праведник, значит, я праведник. Слово победило мои мысли. Хотя я ходил в церковь, я следовал за своими мыслями. Я поступал, следуя за своими мыслями. Но когда я читал Библию, Библия состоит из 1800 страниц. До того, как я начал читать Библию, я читал много романов. Знаете, в чем разница между романом и Библией? В романах используются многие слова, выражения, которые вызывают чувства. А в Библии полностью убрали чувства. Потому что если добавить чувства, тогда Библия искажается. Например, если сказать, поймали вот такую огромную рыбу, там есть эмоции. Но для того, чтобы передать факты истину, Библии нет эмоций. И Библия отличалась от тех романов, которых я читал ранее. Но когда в Библии мы обнаруживаем мир души, оно вдохновляет нас. Но с другой стороны, Библия, она очень холодная книга. Есть одно важное в слове тех людей, которых есть в Библии. Мы можем увидеть, что люди, у которых есть свои мысли, не могут следовать за словом Иисуса. И слово, оно так сделано, что когда я отвергаю свои мысли, только тогда могу принять слово Библии. Я очень часто рассказываю про Никодима. Иисус сказал, если человек не родится свыше, не сможет попасть в Царство Небесное. Когда Иисус сказал, что если не родится свыше, не увидит Царство Божие, у Никодима начали появляться многие мысли, которые противились слову Иисуса. И знания Никодима делают, чтобы Никодим стал против Иисуса. Потому что Никодим всю жизнь следовал за своими мыслями. Это касается не только Никодима. Если мы внимательно прочитаем Библию, мы увидим, что слово Библии отличается от наших мыслей. Оно не может быть таким, как наши мысли. Есть группа людей, которые могут принять слово Библии. И знаете, кто они являются? Те, которые знают, что они неправы. Те, которые знают, что они злые. Те, которые знают, что они лукавые. Те люди, которые не могут доверять себе. Только такие люди могут принять слово Библии. Никодим же сказал Иисусу, как человек, состарившись, может родиться снова? Может ли он в другой раз возить его дробу матери и родиться? Тогда Иисус поясняет. Рожденное плотью есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Что это значит? Он говорит, что ты рожден плотью. Ты не тот, который родился от духа. У тебя есть сердце, которое отличается от сердца Бога. Поэтому ты должен оставить свои мысли и принять это сердце. Однако Никодим не принимает слова Иисуса. Если мы дальше прочитаем Библию, есть очень интересный момент. Была женщина-самаритянка. Что произошло с нею? Она встретилась с Иисусом. Иисус говорит, тот, который будет пить воду, с ее во жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждеть вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Люди в здравом уме скажут, что за чушь. Где есть вода, от которой ты не будешь жаждеть вовек? Нет такой воды. Но Иисус сказал, тот, который будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждеть вовек. И чтобы принять слова Иисуса, должен оставить все свои представления. Как бы она сказала бы ему. Ой, учитель, что за шутки такие? Я тоже пила много разных воды. Но я всегда хочу пить. Что это за вода, от которой ты не будешь жаждеть вовек? Если бы душа самаритянки была как душа никотима, она бы так сказала Иисусу. Но эта женщина провалила свою жизнь. Она выходила замуж, чтобы стать счастливой. Мы не знаем причины, но она развелась с мужем. Второй раз, когда она выходила замуж, она думала, я выйду замуж за другого. Она говорит, у меня было пять мужей. Так часто она меняла своего мужа. У ее души была суета. Ни с чем не могла заполнить ее. Но она почувствовала, что Иисус имеет то, чего у нее нет. Такие мысли и такая душа появилась у нее. Да, как я попробую воду? Да, у меня сейчас шестой мужчина. Она жила шестым мужчиной. Но и он не мог дать ей удовлетворение. Она жаждала духовно. А Иисус отличается от всех мужчин, с которыми она встречалась. У него есть некая сила, которая может утаить жажду души. Вот что она почувствовала. Он отличается от других мужчин. Сейчас я не говорю про отношения между мужчиной и женщиной. Но в чем-то он отличался. Эта женщина начала надеяться на Иисуса. Она говорит, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажду и не приходить черпать сюда. Подобные слова можно сказать только тогда, когда мы оставляем свой опыт. Евангелие Диоанна очень точно разделяет нам, когда слушают Слово Иисуса, те, которые принимают Его Слово, и те, которые не принимают. Иисус был Сыном Бога. И знают, что Библия – это известная книга. Сегодня люди читают Библию. Но очень часто Иисус говорит то, что для вас является бремием, чтобы принять. То же самое касается человека, который болел 38 лет. Этот человек болел 38 лет. Он не мог ходить. Вы представляете, как ему хотелось ходить? Вы представляете, как ему хотелось двигаться? Но он не мог. У него не получалось. Иисус сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Если этому больному рассказать про его жизнь, он бы сказал, я не могу ходить. Простите. Да я так много раз пытался ходить. Я часто падал. Учитель, дай лучше что-нибудь поесть. Вот так он должен был отреагировать на Иисуса. Этот человек думает, мне говорят, чтобы я встал и ходил? Как такое может быть? Если бы я мог ходить, зачем мне здесь лежать? Я бы уже давным-давно бегал, женился бы, работал. Но я не могу все это сделать, потому что не могу ходить. А мне говорят Иисус, чтобы я ходил? Ха-ха-ха, что за ерунда? Но потом этот больной человек меняет свое сердце. Я ведь до сих пор следовал за своими мыслями, и у меня ничего не получилось. Оставлю я свои мысли. Он сейчас говорит, чтобы я ходил. Попробуй послушаться его. И когда этот больной попытался ходить в душе, мысль говорит, ты же не можешь ходить. Ты же падал. Ты же пробовал. У тебя же не получилось. Ты снова пытаешься ходить? Да быть такого не может. Подобные мысли начали наполнять его сердце. Он должен оставить свое сердце. Человек, который болел 38 дней, должен оставить свои мысли. Вот до сих пор я пытался ходить, но я не мог сделать ни шагу. И никто мне не говорил, чтобы я попытался ходить. Но теперь я послушай слово Иисуса. И когда этот больной пытался ходить по слову, если он не оставит мысли, которые говорят, что я не могу ходить, он не сможет даже попытаться. Сегодня многие люди читают Библию, им нравится слово. Но когда принимает слово в сердце, знать в голове и принимать – это разное. В голову мы можем принимать разные противоположные теории. А душа не может принимать два разных теории. Если Иисус говорит «Встань и возьми по себе твой ходи», если я хочу принять слова Иисуса, я должен разбить и оставить мысли, которые говорят, что я не могу ходить. Человек, который болел 38 лет, он знает, что не может ходить, и он знает, что он много раз пытался. Но теперь, оставив свой опыт, свои знания последовало по слову Иисуса. И действительно, он смог ходить. Вот что удивительно. Я следую за словами Иисуса, потому что мне понятно, такого быть не может. Есть большая ошибка, которую совершают сегодня многие христиане. Они говорят, что Иисус Христос умер на кресте, но в то же время называют себя грешником. Многие люди называют себя грешником. Почему? Иисус ведь очистил наши грехи на кресте. Ведь Бог сказал, что мы оправданы. Почему же они не принимают это? Потому что они не могут освободиться от мыслей, которые Сауис говорит, что ты грешник. Хотя мы уставим и говорим, что мы порщены. Но потом говорим, я же обманывал, я же воровал, я же прелюбодействовал, я же совершил зло. И на основании совести мы говорим, что мы грешники. Мы не можем сказать, что мы праведники. Почему? К нам приходят мысли, которые говорят, что мы грешники. И внутри меня идет борьба, что я грешник и что я праведник. И мысли, которые говорят, что я грешник, она, кажется, ближе к нам. Однако, что же говорит Иисус? В Кремле, она в 4 главе 25 стихе написано, Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус умер на кресте за наш грех. И поскольку наши грехи омыты, Он говорит, что мы оправданы. К Евреям 10 главе 14 стихе написано, Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Внимательно посмотрите в Кевреям 10 глава 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Написано, Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Освящаемые – это мы, люди. А Он символизирует Иисуса. Не нашими усилиями, стараниями мы стали освящены. А смертью одного Иисуса Христа мы стали совершенными, мы стали освящены. Смерть Иисуса на кресте имеет силу очистить грех. И оно имеет вечную силу. И я внимательно разбирал этот вопрос в Библии. В Царстве Небесном есть скинье. И чтобы прощать грехи на земле, сделали скинье на земле. Моисей на протяжении церкви дней смотрел на скинье. И затем спустился с горы Сина и сделал скинье. Поскольку тогда люди жили в пустыне, нужно было сделать непостоянное здание, поэтому называется скиньею. И оно было сделано по образу небесной скинье. Когда люди согрешали, нужно было принести жертву, и тогда прощались их грехи. И что же говорит нам Библия? К евреям 10 глава 1 стих. Написано «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Скинье, сделанное на земле, является образом скиньи, которая на небесах. Через скинье, которая сделана на земле, показывает Господь Бог, как прощаются наши грехи. Этот мир – мир времени. Постоянно время идет. Я согрешил, допустим. Принес жертву козла. Мои грехи прощены. Но если я снова согрешу… Жертва, которая была принесена ранее, поскольку прошло время, оно стало в прошлом. Год назад, 10 лет тому назад. В общем, оно стало в прошлом. Поэтому, в мире времени, то, что было ранее, не может очистить мои грехи, которые я совершил сейчас. Поэтому, если вы посмотрите 11 стих. «Но Христос в превышении их будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинье ее нерукотворенной, то есть не такового устроения». Этот мир – мир времени. Поэтому мы получаем прощение грехов. Но если мы согрешаем снова, тогда жертва, которую мы принесли, она уже становится в прошлом. Поэтому жертва, которая принесена ранее, не может очистить грехи снова. Поэтому нужно приносить еще раз жертву. получаем прощение грехов. И потом эта жертва становится снова в прошлом. Это происходит в мире времени. Если я согрешаю, надо еще раз принести жертву, получая прощение грехов. Время проходит, и эта жертва становится в прошлом. И поэтому, если я снова согрешу, надо еще раз принести жертву. Так происходит в мире времени. Если бы Иисус Христос умер на кресте в мире времени, если бы свою кровь Он помазал на жертвенке, которая находится в мире времени, то, подобно тому, как козел умирал множество раз, так же, чтобы очистить наш грех, Иисусу нужно было умереть десятки тысяч, может, даже миллионы раз, но Он бы все равно не смог бы очистить наши грехи. Как и евреи в 9 главе 12 стихе написано, «И не кровью козлов и тельцов, но со своей кровью». Как здесь написано? Приобрел вечное искупление. Посмотрите внимательно. Вечное искупление. Возможно, только в мире вечно. Допустим, когда мы создаем какой-то предмет, мы пишем страну производства. Допустим, если сделали в США, написано «Сделано в США». Это было давным-давно. Некоторые люди сделали в Японии кусачки для ногтей и написали «Сделано в США». Поскольку это было не по закону, их арестовали. Но они сказали, это сделано в США. Тогда спросили, как? Мы сделали в Уссуа. А Уссуа в кратском пишется «USA». Есть такая интересная история. Не знаю, правдивая история или нет. Вся жертва, которая принесется на землю, очищает грех только с того момента. С этим телом мы не сможем войти в Царство Небесное. Поэтому мы должны войти туда в вечном теле. И грех нужно очистить навсегда. Если мы принесем жертву на земле, тогда оно очистит грех только с того момента, что написано в 12-м стихе. И не с кровью козлов и тельцов. Но со своей кровью однажды вошел в Освятилище и приобрел вечное искупление. Что нужно сделать, чтобы совершить вечное искупление? Не на земле надо проливать свою кровь. Нужно помазать кровь на небесном жертвеннике, там, где вечность. Об этом говорит евреям 9 глава 12 стих. Но Христос, перешивающий будущих благ, придя с Божьей совершеннейшей скинье, нерукотворенность, то есть никакого устроения, то есть небесная скинье. Если бы Иисус Христос умер бы на кресте и свою кровь помазал на жертве, которая была на земле, да, грехи того момента будут омыты. Но если Иисус умрет даже сотни тысяч раз, Он не сможет очистить грехи наши. Поэтому Иисус Христос вошел в небесную скинье и там пролил свою кровь на жертвеннике и таким образом совершил вечное искупление. В Библии каждому слову есть пара. Я изучал вопрос искупления. Я соединял слова множество раз. Но большинство людей не знают этого. Иными словами, они не знают Библию. Да, они знают, что Иисус умер на кресте. Хотя Иисус умер на кресте, и поскольку я согрешил, люди говорят, что я все равно грешник. Некоторые говорят, я спасенный грешник. Но если ты получил спасение, как ты можешь оставаться грешником? Что значит грешник? Должен погибнуть ведь. Мы не грешники. Уже цена оплачена. Мы должны сказать, что мы святы. Что написано в Евреям 10 главе 14 стихе? «Ибо Он одним приношением на всегда сделал совершенными сделал совершенными освящаемых». Когда Господь спас нас. Это не такой Бог, который говорит, что так, эту часть грехов я омою, а эту нет. Люди, даже служители, которые не знают Библию, они говорят, что Иисус Христос очистил их грех. Но те грехи, которые мы совершаем, должны сами исповедовать и омывать. Знаете, что отличается от Библии? Не исповеден, очищается наш грех. В Евреям 17 главе 11 стихе написано «Потому что душа — тело в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душу очищает». Киевриям 9 главе 22 стихе написано. Что написано здесь? Давайте прочитаем. Киевриям 9 глава 22 стихе. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Исповедью невозможно очистить грех. Исповедь является процессом, когда я получаю прощение грехов. Нужно осознать, что я грешник, только тогда мы можем получить прощение грехов. Если мы не признаемся, что мы грешники, мы не можем получить прощение грехов. Во-первых, мы должны познать, что мы грешники. В Ветхом Завете написано, что нужно сначала познать, что ты грешник. Потом приносят козла. Возлагают руки и передают грех. И когда козел умирает, когда кровь будет помазана, таким образом прощаются грехи. На жертвеннике есть надпись на наших грехах. Поэтому, когда кровь изглаживает, очищается наш грех. И такое истинно. Иисус Христос в своей крови после смерти Он вошел в Царство Небесное и приобрел вечное искупление. Вот о чем говорит нам Библия. Кто-то спрашивает, а разве мы не грешим? Кто-то говорит, разве можно грешить тогда, как попало? Но это очень интересное высказывание. Можно ли грешить, как попало? Да, надо много грешить, тогда мы получим прощение грехов. Да, мы все равно ведь грешим. Какая разница, много грешить или мало? Если хоть немного греха останется, мы попадем в ад. Нельзя ли грешить, как попало? Разве есть люди, которые не грешат? Тогда, получается, никто не попадет в Царство Небесное? Это не по Библии. Знаете, что важно? Это мы. Никодим думал, что он что-то знает. Не зная точно Библию. Он считал, что знает Библию. Чтобы знать Библию. Знаете, что важно? Нужно опустошить свою душу. Наши мысли и слово Библии всегда борются. Для того, чтобы принять слово Библии. Мне нужно стать человеком, который грязный, лукав. Целый день идет борьба между мной и Библией. Четвертый царь, седьмой главе. Что говорит пророк? Так говорит Господь. Завтра в это время мира муки лучше будет постиглю. Две миры ячмени будут постиглю. Ворот Самарии. Сановник говорит. Даже если Господь откроет окна на небе, разве это возможно? Он должен погибнуть. Почему? Потому что он отверг слово Бога. Бог не человек. По слову Бога все произойдет. Но он игнорирует слово Бога. Ведь даже Бог не открыл окна на небе, но все сделал. Люди, которые считают, что они умные и что-то знают, они делают вызов против Бога. Это делает дьявол. Мы должны повиноваться Богу. Если Бог говорит, значит он прав. А не я. Если Бог говорит ходить, значит надо ходить. Если он говорит, что прощены наши грехи, значит прощены. К нему нельзя добавлять человеческие понимания. Некоторые люди говорят, что Иисус очистил только первородный грех, а грех, который мы совершаем в жизни, мы должны очищать. Но Иисус не очищал под частям наши грехи. В Библии нигде не написано, что исповедью очищается наш грех. Если же исповедуем грехи наши, он, будучи верен и правен, просит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Об этом написано в 1 Я на 1 главе 9 стихе. Но знаете, что написано в 1 главе 7 стихе? Если же ходят во свете, подобно как он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа Сына, Его, очищает нас от всякого греха. Здесь написано, что кровь Иисуса очищает наш грех, а не наша исповедь. Что значит исповедь? Это признавать, что я грешник. Когда я осознал, что я грешник. Прощение грехов происходит через кровь Иисуса Христа. Мы верой принимаем, что когда Иисус умер на кресте, наши грехи были омыты. И нам ничего не нужно делать для того, чтобы получить прощение грехов. Надо поверить в то, что совершил Иисус. Надо всего лишь верой принять. Что говорит нам Библия? Что когда Иисус умер на кресте, мои грехи стали белее снега. Надо сказать аминь и принять это слово. Вот что такое спасение. Но люди не такие. Они говорят, разве можно грешить как попало? Друзья, какая разница грешить как попало и грешить просто? За любой грех ведь Иисус умер на кресте. Иисус ведь получил все наказание за наш грех. Почему же Он получил наказание за нас? Чтобы мы попали в ад? Нет. Чтобы оставить нас грешниками? Нет. Он умер на кресте для того, чтобы очистить нас. И когда Иисус умер на кресте, когда Он сказал, что совершилось, все наши грехи были омыты. Сегодня очень многие люди не знают ясно слова. Они знают Библию как попало. Вопросе прощения грехов я искал в Библии пару. В каждом слове в Библии есть пара. И слово, которое написано в книге Исаия, есть пара в Новом Завете. Я точно не знал, как грехи были переданы Иисусу. Я не знал, что значит скрещение Яна Крестителя. Ян Креститель, он является сыном священника. И написано, что когда возлагаются руки, передаются грехи. Для того, чтобы передать наши грехи, Иисус был крещен, открылись небеса, и сошел Дух Святой. И сказал, это Сын Мой возлюбленный. Это символизирует процесс получения грехов, чтобы полостить наши грехи. И увидя идущего Иисуса, и Он говорит, вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус сделал не только грехи ухсупака, и не только грехи какого-то депутата или президента, а написано, вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Все грехи мира были переданы Ему. И это нужно принять в сердце. Я был грязным грешником. Хотя Иисус умер на кресте, я оставался грешником. Вы представляете, как этими словами мы подносим крест Иисуса? Насколько мы пренебрегаем Христом Иисуса? Получается, мы ни во что не ставим крест Иисуса. Иисус провел кровь Свою и умер на кресте за нас. Неужели Он умер просто так? Или очистил только половину нашего греха? Или чуть-чуть оставил? Или очистил грех только добрых людей? За такие слова мы должны получить проклятие. Сегодня многих людей учат неправильно. И они верят твердо так. Как же жалко таких людей. Из-за того, что они знают Библию. В Библии очень ясно написано. Иисус сказал. Оставайтесь в Иерусалиме. И ждите Духа Святого, который обещал Бог. Почему? Потому что Дух Святой должен войти в нас. А как Он может войти в нас? Потому что был крест Иисуса. Так мог войти Дух Святой. Поскольку Иисус Христос очистил все наши грехи. Дух Святой не может войти в грешника. Ой, Дух Святой войдет в мое сердце. Нет, этими словами не получится. В грешника не может войти Дух Святой. Этого быть не может. Иисус Христос не входит в грешника. Люди говорят, я спасенный грешник. Что это значит спасенный грешник? То же самое сказать, одетый и раздетый. Или поевший, но голодный. Что значит спасенный грешник? Слово грешник значит не получил спасения. Грешник это тот, который не получил спасения. Если получил спасение, надо стать святым. Надо стать праведным. Но сегодня многие люди Церковь впала в грех. Не знают Библию. Некоторыми знаниями своими они наставляют людей и ведут в заблуждение. Очень жалко. Сердце разрывается от этого. Мы говорим, что наши грехи омыты. Тогда нас называют еретиками. Наоборот, жалко людей. Что за чушь? В последнее время Бог помиловал нас. Сегодня из-за пандемии коронавируса многие люди страдают. Я уже рассказывал, в Бразилии многие люди вышли на улицу и сели на колени, подняли руки на небо и молились. Потому что их любимый отец или любимая дочь, когда заболевает коронавирусом, их отвозят в больницу и не выпускают. И если они умрут в больнице, то сразу в больнице проводят похороны. И поэтому никогда больше не увидят. Отправив родственников в больнице, они, подняв руки к небу, молятся. Когда я увидел эту фотографию, мне было очень больно. И в прошлом году два раза в год я проводил семинар и рассказывал, как наши грехи были омыты. Многие пастора уверовали. И сейчас 620 тысяч служителей работают с нами. В этот раз, когда мы проводили мероприятие, многие служители отправили поздравительное видео. Знаете, есть многие люди, которые ждут. Вчера вечером старший пастор из одного союза из Тайваня сказал, давайте работать вместе, проводить семинар. Два встречи мы провели. Встречились через видео. Они попросили, чтобы мы наставляли их. Я передавал в Евангелии. Недавно 18 служителей из Индонезии позвонили и сказали работать вместе с ними. И мы через видео-чат проводили совещание. В Америке мы открыли теологическую школу. Есть многие люди, которые закончили семинарию, стали профессорами. Однако не знают точно, как грехи наши были омыты. Поэтому добавляют свои мысли. И знаете, что они говорят? Спасенный грешник. Вот такие выражения начинают использовать. Такого слова нет в Библии. Или ты грешник, или ты спасенный. Нет спасенных грешников. Написано, что наши грехи омыты навсегда. Навсегда он очистил. По милости Господа, мы благовествуем такое Евангелие. Сотни телерадиокомпании транслируют это слово. Я очень благодарен СМИ. В этот раз во время пасхальной кантаты многие телерадио-станцы транслировали слово. Знаете, на что мы надеемся? Это Иисус. Мы должны принять Иисуса в наше сердце. Однако сатана очень долгое время препятствовал нам иметь связь с Иисусом. Люди были тысячи лет рабами сатаны. И теперь мы должны поменять хозяина сатаны на Иисуса. Не просто словами «Ой, войти в мое сердце». Нужно разрушить все наши мировоззрения, представления. И нужно, чтобы наше сердце проникало в слово Библии. Даже если вы больные. Но если Иисус говорит «Возьми, посиди твою, ходи». Человек, который принимает эти слова, он побеждает мысли, которые говорят, что «я не могу» и начинает идти. И тогда Бог действует. Даже если мне кажется, что я грешник. Это мои мысли. Если в Библии написано, что я оправдан, значит, я оправдан. И только тот, который оставил себя, может сказать подобное. Тот, который не оставил себя, он остается грешником. Называет себя спасенным грешником. Или говорят, я получил прощение грехов, но поскольку я снова согрешил, я грешник. Иисус очищает наши грехи навсегда, полностью. Он не может очищать только по частям наши грехи. Ведь такого быть не может. Дорогие слушатели, мы были обмануты сатаной. И все на второй голове написано. И вас, мертвых по преступлениям и грехам, вашим оживотворил. Тогда, когда мы были еще грешниками, в которых вы никогда жили по обычаю мира сего и по воле князя Господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, ранее все мы, мы все жили некогда по нашим плотским похотям и были по природе чадами гнева. Бог богатый милостью по своей великой любви нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Аминь. Мы принимаем это слово. Когда я смотрю на себя, я точно грешник. Но если слово говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Слово «оправдан» — это противоположное слово к грешнику. Грешник не должен называть себя праведником. Если он праведник, значит, у него нет греха. Значит, он чист. Значит, что он праведник. Значит, что удивительно. Библия говорит, что мы оправданы. Аминь. Кремль, Леонидам 3 глава, 23 стих. Потому что все сокрешили лишенный славой Божией. Получая оправдание даром, поплодайте его. Написано, получая оправдание даром, не заплатив, мы не трудились, но получили оправдание даром. Наш Господь говорит всем вам. Он знает, что вы согрешили. Но поскольку Иисус Христос умер на кресте и пролил свою кровь, Он очистил ваши грехи. Поэтому говорит, что мы праведники. Некоторые пасторы говорят, что Он назвал нас. То есть, хотя мы грешники, но Он назвал праведника. Тогда получается, Бог неисправедливый судья. Он не может назвать праведником грешника. Что это за судья такой? Тогда получается, Бог становится грешником. Такого быть не может. Он не может грешника называть праведником. Если Он может просто так назвать, зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Иисус Христос умер на кресте. И наши грехи были уже омыты. И поскольку мы получили оправдание, Бог называет нас праведниками. Мы должны оставить наши мысли и верой принять, что мы спасены. Вот что такое вера в Бога. Мы верим не потому, что мы согласны. Хотя наши мысли говорят о другое. Но поскольку это слово Бога, мы должны верой принимать. Не называйте себя спасенным грешником. Я плохо знаю, но если Бог говорит, что я праведник, значит, я праведник. Значит, у меня нет греха. Значит, я свят. Бог сам сказал, что я правдан. Вот что такое вера. Сегодня многие люди, как Никодим, не оставляют свои мысли называть себя спасенным грешником или названным праведником. Давайте посмотрим Кримляна. Третья глава. Третья глава, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, поблагодайте Его искуплением во Христе Иисусе. Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанной прежде. Во время долготерпия Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Бог является справедливой судьей. Если Он просто грешника назовет праведником, Бог станет неправедным. Поскольку Бог является праведным, Он не может грешника назвать просто праведником. Поэтому, расправ Иисуса на кресте, называет нас праведниками. Если Он мог просто назвать грешника праведником, если Он может просто назвать, зачем ему нужно было давать Иисуса ко Христу? Быть такого не может. Дальше посмотрим. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Для того, чтобы получить прощение грехов, нам ничего не нужно делать. Надо только поверить, что Иисус отчистил наши грехи. Не мы что-то делаем, чтобы получить прощение грехов. Иисус удивительным образом уверен на кресте. И своей кровью отчистил нас совершенным образом, чтобы Дух Святой мог войти в нас. И через три дня Он воскрес и сказал ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного Отца. Иоанн крестил водою. Вы же будете крещены Духом Святым. Почему? Потому что кровью пролито на кресте. Наши грехи были омыты. Знаете, что жалко? Если бы Юда, Искариот, остался бы и дождался бы Иисуса, он бы тоже спасся. Ведь кровь Иисуса Христа на кресте очистила и его грехи. Может быть, Бог так предназначил. Но он удавился и умер. Петр же отрекся от Иисуса трижды. Но Иисус ни одно слово не говорил об этом. Он не спрашивал, почему ты отрекся от меня? Потому что я в грехе были омыты на кресте. Аминь. Мы должны оставить наши человеческие мысли. Их слово в Библии мы не должны добавлять с человеческие мысли. Мы должны верить в слово. Кроме слова о том, что кровь Иисуса Христа и наши грехи омыты, ни во что мы не должны верить. Когда Иисус сказал, совершилось. Все наши грехи были омыты. Аминь. И мы должны принять это. Принять кровь Иисуса. Его смерть. Он умер, чтобы очистить наши грехи. И Он очистил наши грехи. Не нужно к этому добавлять свое. «Ой, я исповедовался, поэтому омылся?» Нет, это лицемерие. Не моими делами. Иисус уже все очистил. Когда я осознал, что я грешник, когда я осознал, что значит осознать? Я больше перестаю верить в свои мысли и веруя в Слово Бога. До сих пор я жил веруя в свои мысли. Многое я не знаю. Но если Бог говорит, что я правда, значит, я правда. Если Он говорит, что я свят, значит, я свят. Как может быть спасен и грешник? Быть такого не может. Мы родились с грешниками. Мы согрешили. Но кровь пролита Иисусом на Христе. Навсегда очистила наши грехи. Поэтому мы праведники. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аллилуйя! Я славлю Господа! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok